Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился Ягдтигр 8.8 2015 года. Почему именно так? Потому что именно в этом году появился этот Ягдтигр новогодний. И меня уже начали спрашивать в комментариях в отношении чего. В отношении того, насколько эта машина отличается и вообще чем она отличается от другой премиумной тачки на 8 уровне Ягдтигр 8.8 обычной. Сейчас попытаюсь ответить на данный вопрос. Ну а для начала скажу для тех ребят, которые еще не видели. В игре появился новый мини-квестик, в пределах которого можно забрать себе 780 осколков фордиума. Что необходимо сделать? Необходимо играть на танках с 4 по 10 левел, сделать 35 побед за отведенные 7 дней. Я не считаю, что это будет особой какой-то сложностью. Особенно меня порадовало то, что этот квест не идет своим смыслом в разрез тому, который мы сейчас уже проходим. Вот этот ивент с Винни Джонсом, в пределах которого нам также необходимо делать минимум 5 побед в день. Таким образом получается, что мы играем, побеждаем, но по факту проходим не один ивент или один квест, а сразу 2 игровых события. Что меня также порадовало, что 780 вот этих осколков фордиума я могу получить абсолютно бесплатно. Ну и с учетом того, что для того, чтобы закрыть Нибулу, на мне не хватает всего 947 осколков, я такому подарку от разработчиков лично очень сильно рад. Пишите свое мнение в комментариях на эту тему. Что касается разницы между Ягдтигром 8.8 новогодним и Ягдтигром 8.8 обычным. Разницы, ребят, нет абсолютно никакой. Вот прям ни громулечки. Если вы посмотрите на сравнительную таблицу, то увидите, что технические характеристики по обоим машинам тупо одинаковы. Разница только в отношении процента работы камуфляжа. Все. Больше ничего. Причем я бы не сказал, что это действительно существенно. Я разницы играя не почувствовал абсолютно никакой. Что касается процента по победам, то как вы видите, процент по победам сохраняется практически одинаковый для обоих из этих ПТшек. И в принципе не имеет значения, какое количество в таком случае игроков играло на этих ПТхах. Смысл остается тот же самый. Играются машины абсолютно одинаково. И это неудивительно. Также стоит отметить, что у этих машин абсолютно одинаковый уровень бронирования. То есть вот мы сейчас смотрим на новогоднего. И вот так же выглядит, ребят, обычный Ягдтигр 8.8. Не заметили разницы? Ну и правильно. Потому что разницы здесь, ребят, нет абсолютно никакой. Что я могу сказать в отношении того набора, который сейчас есть на продаже? Но я бы не рекомендовал приобретать данный набор по одной простой причине. Потому что вы просто дохренище голды переплатите за этот набор. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Значит, смотрите. Вам в комплекте дают машину, которая по большому счету продавалась без вот этой приписки новогодней за 5,5 тысяч голды. Не верите? Заходите по ссылочкам в описании, которые я добавил. Посмотрите честный обзор на Ягдтигр 8.8. Обычно вы увидите, за сколько его продавали. Но повторюсь еще раз. Его продавали за 5,5 тысяч голды. Здесь с вас просят 10. Того получается разница 4,5 тысячи с золотом. Что вам здесь дают? Вам дают Х5 в количестве 25 штук, но только для этой машины. Вам дают аватар. Да, красивый. Да, новогодний. Да, сапожок или носочек. Но в то же время я не считаю, что за него необходимо что-то платить. Слот в ангаре вам дают как к этой машине, так и к обычному Ягдтигру, когда вы его покупаете. Открытое все оборудование, то же самое. 1 миллион с серебром. Ну окей, хорошо, типа много. Но это 15 победных боев с неплохими результатами на годных фармищах машинах 8 уровня. Ну и здесь еще остается в сухом остатке 5 мистических контейнеров. Если вы будете покупать мистические контейнеры по 2 штуки в магазине, то вы будете покупать их по 500 голды каждый день. И по большому счету вы купите себе 6 мистических контейнеров за, грубо говоря, полторы тысячи голды. Итак, ребят, 4 с половиной тысячи с золотом. Отминусовываем полторушку за 6 контейнеров, а не за 5. В сухом остатке остается 3000 голды, которые вы платите за миллион с серебром, аватар, 25 штук x5, открытое все оборудование и все, в принципе. Я лично считаю, что данная переплата является крайне существенной и крайне невыгодной. Поэтому я бы рекомендовал голду сейчас не тратить. Хотите, попытайте своего счастья в розыгрыше на концепта 1б. Хотите, просто придержите голды для того, чтобы можно было эту голду с умом потратить на новогоднем аукционе. Это мое скромное, субъективное мнение. Вы свое, как обычно, пишите в комментариях. Что касается, в принципе, машины. Здесь есть два орудия. Более интересное, как мне кажется, базовое и менее интересное, по моему скромному мнению, это как раз топовое орудие. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что на топовом орудии у вас хуже время сведения, немножечко хуже разброс, но не сильно заметно. Да, выше ДПМ, но время перезарядки, опять-таки, выше практически на 2 секунды. И мне лично по кайфу играть на вот этом базовом орудии, там, где время перезарядки составляет всего 4 секунды. И тогда это, да, действительно прикольно, с учетом того, что Ягдтигр довольно неплохой снайпер на дальних расстояниях. Что же касается топового орудия, то тут необходимо понимать, что с топовым орудием вы имеете возможность лучшего пробития. Это факт. И действительно, выцеливать в таком случае более качественно нет необходимости. И вы имеете средний урон на 130 единиц больше. Вот такие вот технические показатели по орудиям, как по топовому, так и по базовому. Сейчас возьмем машину на базовом орудии и попытаемся машину заценить в первом попавшемся бою. Ну что, погнали. Многие могут написать в комментариях по поводу того, что я не совсем правильно делаю, что выкатываю из ангара не новогоднего, а обычную Ягдтигр. Но все-таки, ребят, с учетом того, что технически это один и тот же, ну, танк, не танк, одна и та же ПТХ, с абсолютно одинаковыми ТТХ, как по орудию, так и по подвижности и вообще по любым другим показателям, я считаю, что абсолютно не имеет значения, в каком конкретном внешнем виде машина выйдет из ангара. Потому что кроме, кроме его внешнего вида, ничего здесь не меняется. Именно благодаря бешеной скорострельности данного орудия и довольно-таки хорошей точности данного орудия, мне и нравится базовая пушка на данной ПТХе. Кому-то больше зайдет топовое орудие, у которого больше альфа, пускай чуть большее время перезарядки, но в то же время для менее умелого игрока зайдет также факт того, что на данной ПТХе с топовым орудием нет необходимости прям качественно кого-то выцеливать. Можно практически на вскидку кидать и будете пробивать, потому что уровень пробития на базовом орудии существенно меньше, нежели на топовом. Также стоит отметить, что данная ПТХ понравится тем ребятам, которые не любят картонные ПТ, потому что эта ПТХ действительно обладает хорошей лобовой броней. Проковырять ее спереди неголдовым снарядом в основном довольно-таки сложно. Такс, подъезжаем чуть ближе. Угла склонения орудия, будьте готовы, вам в основном будет не хватать. Здесь действительно не настолько круто, как хотелось бы, но в целом можно играть. Жаль, добрали до меня. Думает парень, что у меня скорострельность хреновая, поэтому выпрыгивает на меня сразу вот так вот. Крайне бодро, крайне быстро, но делает особо грубую ошибку, играя против данной ПТХи. Мало кто умеет данную ПТшку отличать по орудию топовое и базовое, и по ошибке думает, что раз это ПТ, и тем более вот такой, я бы сказал, неплохо забронированный монстр, то, соответственно, у него и КД долгое должно быть. Нет, ребят, это ошибочное мнение, и поэтому, когда играете против данной ПТХи, сначала посмотрите, за сколько вражеская ПТХа перезаряжается, приблизительно хотя бы, ну а уж потом бодро на нее выкатывайте. Хотя, опять-таки, повторюсь, разница между орудиями в отношении времени перезарядки составляет всего лишь, всего лишь, ребят, 2 секундочки. Поэтому я бы не сказал, что даже на топовом орудии танк является скудно-скорострельным. Блин, да что же его танком-то постоянно называю? ПТшка. ПТХа. Хотя, все мы танки называем танками, даже несмотря на то, что они к танкам не относятся. Итак, ребят, 2000 единиц нанесенного урона, один сделанный фраг, знак классности третьей степени, что касается фарма. По фарму, ребят, здесь, с учетом того, что у меня прем-аккаунт получается 55500, ну а без него было бы 32. Я считаю, что это неплохой результат, пускай это не самый крутой фармер, но все-таки, ребят, стоит отметить, что в минусе вы находиться однозначно не будете. Стоит также отметить, особенно для тех ребят, которые с определенного рода скептицизмом относятся к тому, что просто на словах говорят и действиями не подтверждают, факт остается фактом. Данные две машины, я имею в виду новогоднего и обычного Ягдтигра, фармят абсолютно одинаково. 171% фарма. То есть, в принципе, фармить можно как на одной машине, так и на другой с одинаковым абсолютно успехом. И это, кстати, тоже немножко удручает. Мне почему-то кажется, что было бы гораздо веселее, если бы разработчики повысили новогоднему хотя бы процент фарма. Ну, допустим, обычный фармит там 170%, ну а этот фармер был, допустим, не знаю, там 185, как Левчик. Тогда, мне кажется, было бы, ну, куда поинтереснее. Итак, берем топовое орудие. Как вы видите, оно внешне практически ничем не отличается. Но в отношении ТТХ, повторюсь, еще раз. Да, здесь действительно идет существенная прибавка по уровню пробития и по альфе. Это действительно факт. Ну и, соответственно, поднимается суммарный ДПМ, а именно урон в течение одной минуты боя. Ну что, погнали. Итак, ребят, поехали. Играем, как я уже говорил, на топовом орудии. Я поеду вместе с ТТ. Хотя, честно говоря, данная карта для Ягдтигра, ну, не сильно позитивная. И кто-то скажет, что я таким образом пытаюсь снять с себя какую-то вину в отношении результатов потенциальных в данном бою. Но это не так. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему я так говорю. Дело в том, что у Ягдтигра, как вы видите, не сильно бодрое склонение орудия. И ехать вот туда вот налево на мост, ну, прям совсем не вариант. С учетом того, что у нас нет поворачивающейся рубки, мы не являемся танком, соответственно, у нас нет башни, которая поворачивается. Играть на этой карте на подобного рода ПТшке, как правило, дискомфортно. В основном все ребята, соперники становятся где-то вот там вот, за какими-то холмами. Приходится туда ехать, потом начинают с бочины заезжать, выцеливать. Короче говоря, ничего веселого. Я успел перезарядиться абсолютно спокойно. Да, на 2 секунды неполных дольше КД, но все равно играется вполне себе даже комфортно. И Тайп получает свой урон, который я, в принципе, абсолютно спокойно в него забрасываю. Поскольку в отношении точности, как топовое орудие, так и базовое орудие действительно приближены к званию великолепного. Многие под моим видео, когда я назвал данную ПТшку одними из топовых снайперов и просто великолепным танчиком ПТхой для снайперинга, многие писали мне по поводу того, что я не прав и что это далеко не снайпер, что здесь косое орудие. Не знаю, ребят, как стреляете вы, играя на данной ПТхе. А я лично получаю массу удовлетворения. Я действительно вполне спокойно выцеливаю всех, кого не лень, но и абсолютно спокойно наношу урон такой, как мне хотелось бы. Да, не всегда получается вышить в боях. Да, иногда тебя будут вот такие вот товарищи барабанные подлавливать. Но в любом случае, тычки в ответ давать ты им всегда будешь успевать. Главное, борта не подставлять. Как вы видите, по бортам она действительно пробивается и является крайне огромной. Не сильно, не сильно показательный бой, но я думаю, основную суть топового орудия вы поняли. А больше, в принципе, ПТха, ну, ничем не отличается в отношении играбельности на топовом, либо на базовом стволе. Досматриваем бой, подпеваем итоги. Итак, друзья, результаты боя. Меньше, безусловно, меньше нанесенного урона. Я сделал глупость, проехал мимо соперников так, что меня в бортину разобрали. Ну и, соответственно, это существенно сказалось на моей живучести. Если бы эту глупость я не сделал, понятное дело, прожил бы дольше. Я думаю, что вышел бы приблизительно с тем же результатом. Где-то 2-2 300 по нанесенному урону. В отношении фарма 29 тысяч и 50 тысяч с учетом прем-аккаунта. В отношении нашей результативности в пределах нашей команды мы занимаем второе место. Я считаю, что с такой живучестью, как была в этом бою, ну, точнее, выживаемостью, да, по времени, я считаю, что данный результат довольно-таки неплохой. Безусловно, на топовом орудии выходить из боя с большим количеством настрела по урону, это действительно несложно на данной ПТхе. Главное, как вы видели, не подставлять борта. Это было абсолютно честное мнение по поводу Ягдтигра 8.8 с названием «Новогодний». Как вы понимаете, названием только и разнятся данные 2 ПТхе. Именно поэтому я не рекомендую приобретать данный набор за 10 тысяч голды, а рекомендую придержать данное золото до новогоднего аукциона, ну и, соответственно, там уж накупить точно себе машин с хорошими скидками, которые вам понравятся. Я побежал снимать следующее видео, которое, кстати, ребят, будет в отношении вот этой вот рулеточки, которую выложили. Покручу рулетку и покатаем машину. Короче, все как обычно, все как всегда, максимально честно, ни от кого ничего не скрывая и ничего не приукрашая. Если вы за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok